Народная славянская радио Всем здравия! С вами Народная славянская радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 22 февраля 2017 года среда, а по одному из старинных 33-й день месяца в Югстужи 7525 лета четверик. Мы начинаем живой эфир, посвященный теме «Белые боги Америки». Автор-сказитель Максименков Виктор Викторович. Здравия тебе, Виктор! Здравия, Алексей! Здравия всем слушателям! Да, сегодня у нас, я думаю, интересная тема для многих «Белые боги Америки». Но это еще не все. Все коренные народы Америки, они оказываются выходцы из Сибири. Это открытие тоже американской науки. Подожди, давай так, давай так, вот сейчас, ты сейчас сразу так сходу прям быка за рога и стоила, да? Я-то понимаю, это крвение. Я тоже прям в азарте весь перед сегодняшним эфиром так себя поднял настроение, в веселом, хорошем настроении, потому что информация заслуживающая внимания, всестороннего причем внимания, не просто так однобок, как нам говорили про Америку, что якобы Колумб открыл, и вот оттуда и появилась вся жизнь. Вот, значит, давай начнем с того, кто ты есть такой, чем занимаешься, как докатился до жизни такой. Вот давай с этого начнем, чтобы нашим радиослушателям было понятно, по каким вопросам к тебе можно обращаться, с какими тематиками. Вот давай с этого начинаем. Дело в том, что я совершенно простой русский человек, который живет и родился в Харьковской области. И когда у тебя есть информация, которая явно не соответствует официальным теориям, ты хочешь с нею поделиться, потому что наш человек не любит неправды, отсутствие истины. А, мягко говоря, когда тебе лапшу вешают на уши. Поэтому мои интересы очень широки, от сельского хозяйства до истории, потому что, ну, лично я считаю, что везде есть прорехи, все, что сейчас существует, лично меня не устраивает, потому что эта вся система нерабочая, настроенная на самоуничтожение. А раз эта система настроена на самоуничтожение, хочется выйти на систему, которая настроена на развитие. Я думаю, вы и так все видите, что все, все старые алгоритмы, они не работают. Нужны новые, а новые нужна информация. Информации настолько много, что она интересна. Ну, как можно не интересоваться, если ты видишь, что белые люди были рассеяны вообще по всей Земле, вообще. И чтобы мы не затронули письменность, язык, астрономические наблюдения, достижения в сельском хозяйстве, в технике, все это, мягко говоря, от нас почему-то скрывают. Так нужно же вытянуть тогда информацию на белый свет. То есть так или иначе все это связано с нашими предками, с нами, и поэтому нам, как потомкам своих великомудрых предков, необходимо о наших предках говорить, для того, чтобы мы осознавали, кто мы такие есть, и для того, чтобы соответствовать тому статусу, который от рождения на нас возложен, то есть тому, что мы должны являть из себя в этой жизни, а не просто так слушать зомбоящики и кивать там, и стряхивая иногда лапшу с ушей, вернее, не стряхивая, а которая случайно падает к нам на плечи. Получается так? Получается так, при том, что у кого-то такие интересы заложены с детства. Я задавал много интересных вопросов еще в школе, ответов не было. Сейчас они появились. Понимаешь, когда мне говорили, вот тысяча лет нам всего, у меня сразу возникал вопрос, а что было до этого? Ответа нет, нас не было. Как это нас не было? Откуда мы появились? Материализовались. То ничего не было, то вдруг появились. Ну такого же не бывает. Значит, нужно искать, как говорится, истину. И в итоге прошло уже 20 лет, и вот она, истина, потихонечку, как говорится, выплывает на белый свет, и мы же должны ей помочь стать более известной, более интересной, потому что вся информация, которую я излагаю в своих статьях, это ведь информация открытая, изученная самими учеными. Понимаешь, там моих, а в результате изучения их информации, я делаю свои открытия. Буквально вчера я выпустил новую статью, где при помощи находок, Алексей, находок в Америке, они помогли вскрыть нашу астрономическую систему всей Руси. А всей Руси я имею в виду от Египта до Владивостока. Понимаешь, в чём дело. И одно указывает на другое, тянет третье, четвёртое. То есть из разрозненной мозаики, которая известна, но почему-то не изложена в официальных теориях, её нет в науке просто. Говорят, ничего нет. Ну как же ж ничего нет? Информации просто огромное количество. И её же изучают учёные, но они изучили, посмотрели, что она не вписывается ни в одну теорию, и тихонько забыли. Вот и всё. И, как говорится, когда ты это видишь, твоя задача какая сразу всплывает? Показать это людям. Пускай люди знают. Пускай уже люди решают. Достойна эта информация, внимания, или это просто, как говорится, можно согласиться с учёными, изучили и забыли. Ну нет, да нет. Пускай люди решают. Я думаю, мы с тобой сегодня риторический вопрос, кому это надо было, чтобы наша естественная история, естественно наше прошлое не показывалось. Мы не будем затрагивать этот вопрос. Мы сразу будем рассказывать взамен этого, что у нас на самом деле было. То есть мы не будем задаваться, кому это было интересно скрывать наше прошлое, каким образом оно скрывалось. Мы, скорее всего, это не будем трогать. Мы будем рассказывать именно то, что тебе удалось раскопать, вернее, как не раскопать, а упорядочить из того, что, в общем-то, казалось, лежало и лежит на поверхности. Достаточно только было собрать это всё дело и разложить по полочкам, чтобы оно было упорядочено и понятно. Ну, хорошо, хорошо. Итак, давай начнём с того, что вот ты сказал, что все выходцы Америки, они пришли из... вернее, всё население Америки когда-то населявшее, оно пришло из Сибири, из нашей Руси. И то, что Египет тоже был русским, и то, что многие другие части, которые сейчас считаются нерусскими, так вот, мягко говоря, да, неславянскими, если в более широком смысле, они тоже когда-то населялись нашими предками, нашими братьями и так далее. Вот давай теперь будем эти полочки рассматривать и говорить. А вот на этой полочке экспонат такой-то, а вот тут вот это, а вот здесь вот это. Представляйте микрофон, пожалуйста, перехожу в режим помощи тебе, а нашим, прежде чем уже вмокнуть и дать тебе возможность говорить, напоминаю нашим радиослушателям, что в чате Народного славянского радио вы можете задавать вопросы в эфир, и Светлана будет сбрасывать, наша помощница будет сбрасывать их в наш уже админский чат, для того, чтобы мы задавали их и также интересные реплики. Также в канале Ютуба на нашем канале Народного славянского радио работает прямая трансляция живого нашего эфира. Вы также можете там, в чате, писать вопросы, но единственное правило, если вы хотите, чтобы вопрос или реплика попали в админский чат и были озвучены, начинайте её с следующих слов. вопрос в эфир или реплика в эфир. Дальше упоминайте, как вас зовут по-русски, пожалуйста, пишите, и потом уже сам вопрос или сама реплика. Если это из Ютуба, то пишите вопрос в эфир из Ютуб, реплика в эфир из Ютуб, чтобы мы могли понимать интересы аудитории Ютуба и нашего чата. Также в чате, я прошу Светлану уже из нашего админского чата сбрасывать ссылки, которые Виктор подготовил на статьи или на что-то ещё другое, чтобы тоже было понятно, как иллюстрация, о чём вообще идёт речь. Вот теперь я умолкаю, отхожу на второй план и тебе предоставляю микрофон. Поехали. Благодарю, Алексей. Дело в том, что информации действительно настолько много, что для того, чтобы её упорядочить, пришлось создать как минимум две статьи. Одна статья основная – это «Белые боги в Америке ещё тысячи лет назад и открытие Колумба, что он не первый. Все коренные народы Америки выходцы из Сибири». Я дал на неё ссылочку, каждый может при желании ознакомиться. Но это ещё не всё. Дело в том, что вторая статья – «Америка была открыта задолго до Колумба египтянами». Найдена письменность и артефакты, соединившие старый и новый свет 3600 лет назад. Все скажут, ну при чём тут египтяне? А дело в том, что когда я писал статью про оптику, невозможную оптику, которая, как вы знаете, была только в XVII веке проведены расчёты, оказывается, в статуях египетских руководителей, фараонов четвёртой, пятой, третьей династии, использовались линзы, которые наша наука смогла только через 4000 лет повторить. Как говорится, и Бог бы с ним. Но эти линзы были вставлены в фараонов, которые имеют голубые глаза, они идентичны человеческому глазу. И эти фараоны, я их привожу в статье, фараон Хора, который жил 3800 лет назад примерно, он описывается как голубоглазый, светловолосый, как говорится, руководитель. То же самое фараон и его жена, принцесса Нафред. Жили они 4000 с половиной лет назад. Их статуи в натуральную величину откопаны археологами и находятся в музеях Египта. Но это ведь белые люди, понимаешь, интуристы из Воронежа, из Владивостока, которые прилетели в Египет на историческую родину отдохнуть. Белая кожа, голубые глаза, линзы, которые будут рассчитаны только через 4000 лет в Европе, как нам утверждают. И поэтому обратимся к тем же индейцам Америки. Что они говорят? Есть легенды индейцев самой Америки. Они говорят, что к ним прибыли белые, бородатые люди. Они принесли индейцам основы знаний, письменности, всю цивилизацию прибыли на больших странных судах. И, подойдя к берегу, из кораблей высадились голубоглазые, светловолосые люди. Ну, как это можно трактовать, если это не белые боги Америки по словам самих индейцев? То же самое сохранилось фактически у всех, у Ацтека, у Инка. Все описывают одну и ту же схему. Прибыли белые боги, научили всему. Плюс до нас дошли статей это привоженные кодексы. Так вот, там нарисован их бог. Он имеет ярко выраженную европейскую внешность, как нам говорят, а так просто внешность белого человека с огромной бородой. Ну, скажите, где вы видели бороду у индейцев? Сами же испанцы, которые прибыли в Новый Свет, тоже удивлялись. Правящий класс в перуанском королевстве был светлокожим, цвета спелой пшеницы. Это Писарро вот пишет. Большинство вельмож удивительно походили на испанцев. В этой стране я встретил индейскую женщину, такую светлокожую, что поразился. Соседи зовут этих людей детьми богов. Они не смешивались с индейцами, имели несравненно лучшее образование, и прибытию испанцев таких членов высшей касты было около 500. Там еще очень много описаний различных испанских путешественников того времени. Но а где же материальные доказательства этого? Оказывается, они есть, ведь люди же там жили и умирали. И вот на полуострове Паракас в центральной части Пириоанского побережья около 100 лет назад были обнаружены мумии. Это сотни мумий древних сановников высших. Их определили возраст 2200 лет. И там я привожу фотографии этих мумий. Но это мумии светловоложцев, мужчин и женщин, которые изучила наука, дала анализ, сказала, да, они совершенно не подходят под современных индейцев, и они будут быть отнесены только современному европейскому человеку. Ну, так наука говорит, не европейскому, белому человеку, скажем так. Так, а что же писал Колумб? Колумб же был первый, ну, мало ли. Вот что пишет Колумб. 6 ноября 1492 года, после 12-мильного марша, посыльные нашли деревню, в которой проживало тысяча человек. Встретили, их встретили с почестями, поселили в красивых домах, позаботились об оружии, носили на руках и целовали ноги, пытаясь дать им понять, что они белые люди, пришедшие от богов. Около 50 жителей попросили посыльных взять их с собой на небеса к вечным богам. То есть произошла встреча неизвестных каких-то народов, совершенно легендарных богов, как они думали, потому что они выглядели точно так же, как их боги, отписание которых до них дошло. В своих воспоминаниях тот же Кортес приводит отрывок речи Монтесумы. Мы знаем из письмён, доставшихся от предков, что не я, не кто-либо другой, населявший эту страну, не являются её коренными жителями. Мы пришли из других земель. Мы знаем также, что ведём свой род от правителя, подчинёнными которым мы являемся. Он пришёл в эту страну, он снова захотел уйти и забрать с собой своих людей. Он ушёл, но с тех пор мы ждём, когда он вернётся. С той стороны, откуда и ты пришёл Кортес. То есть, как мы знаем, Кортес пришёл из Испании. Чуть дальше мы поймём, что египтянец примерно из того же региона, то есть это средиземноморский регион. Оттуда уже приходили белые боги именно в этот же регион Америки. И дальше в статье эта более подробно описана. Так, если бы была эта мумия всего лишь в одном месте, таких мумий по Америке найдено огромное множество. тот же человек из Визарс-Бич. 9 тысяч 225 лет ему. Мумия явно европейского типа, как пишет наука. Просто эти мумии, они одинарны. Тот же кеневийский человек, минимум 9 тысяч лет этой мумии. Тоже никаким современным индейцам. Он походит только к белому человеку. так что в том же Перу огромное количество золотых украшений. Огромное количество хорошо сделанных золотых украшений. И в статье приводится пример для сравнения с этрусками. Потому что многие статуи, это фактически они несут на себе головные уборы русских женщин, кокошник. И этот кокошник всплывает по всему миру. Для примера я в статье также привожу две вазы. Одна из Триполья, а другая из Теотеуникан. И между ними разница в 700 лет. Но они идентичны друг другу. С Трипольем Америку связывают еще более древний артефакт. В одной из своих статей я описывал найденный под Черниговым календарь. И календарь этот возрастом 20 тысяч лет из Мезина. Так смысл в том, что система календаря описанная в Мезине тоже район современной Украины она точно такая же и у индейцев Америки. А между ними между прочим 20 тысяч лет. Так что плюс еще в начале 20 ветка огромное количество изображений бородатых богов Центральной и Южной Америки Эквадоре, Колумбии, Гватемали, Мексике, Сальвадоре было найдено. Их рисунки есть на древних манускриптах, которые хранятся в европейских столицах. Но нам их не хотят показывать. Хотя буквально недавно снова вышло... они открывают архивы. И вот хотел бы вас обратить внимание. Недавнее открытие архивов. Они выставили в электронном варианте книгу, которая выпущена в 1671 году. Там все... Книга называется «Америка. Самое свежее и полное описание нового света». Там есть гравюра. На этой гравюре три молодых бородатых человека, которые в лаптях, на каяках охотятся или за змеями, или за какими-то утками. Одеты они совершенно как русский крестьянин того же времени. Шапки на них скифа, сармата, татарско-русские. Можно так их назвать. То есть перед нами совершенно наши соответственники того времени. Их описывают как индейцев в этой книге. То же самое недавно вышла книга, но точное название сейчас я не скажу. Там показан король Флориды по прибытию туда белых людей. Перед нами усатый казак, самый настоящий. Напомню, что у тех индейцев Америки, которых еще не уничтожили, растительность на лице, мягко говоря, отсутствует. С появлением фотоаппарата в Америке были сделаны тысячи фотографий индейцев. Я их тоже привожу в статье. Но ведь это перед нами бородатые люди, а девушки и женщины ничем не отличаются от людей, которые живут сейчас где-нибудь в районе Воронина. Просто они одеты в чуть интересную одежду. А количество изображений до Колумбовой эпохи вообще поражает воображение. Они есть и в коллекции Креспи, и в коллекции Сапера Саважа, и в культуре Ацтека встречаются, в Мексике. Все эти фотографии есть в самой статье. То же самое на северном побережье Перу в седьмом веке нашей эры закончила свой просвет культура Мачика. Но там есть изображение сцены. На этой сцене три индейца краснокожих ведут совершенно белого бородатого мужчину, которого захватили в плен. Это было примерно полторы тысячи лет назад этой культуры не стало. Грубо говоря. До Колумба еще как далеко. Но это еще не все. В Америке найдено огромное количество артефактов, которые связывают ее с Критом. В Кливлинге найдена Минойская подвеска. На ней изображение юноши. Это изображение было найдено в Кносском дворце на Крите позже. Сначала его нашли в Америке, а потом на Крите. Казалось бы, а в чем здесь суть? А в том суть, что на нем есть линейное письмо критское А, которое было совершенно, вышло из обихода три тысячи с половиной лет назад. Плюс там же найден Микенский топор Лабрис. Это только присуще для Крита. То есть полностью подтверждается присутствие людей с острова Крит три с половиной тысячи лет назад. И таких там находок письменности огромное количество. Они найдены на Амазонке в Бразилии. Плюс у тех же индейцев нашли изображение лабиринтов. А лабиринты, ну все вы помните эту легенду о Минойском лабиринте. В том же Крите был найден позже, но они полностью идентичны. Совершенно идентичны. Для меня же это было интересно, так как я до этого писал статью, в которой приводил расшифровку федского диска. И при ее написании стало понятно, что минойцы, они же трипольцы Пелазги, предки и Трусков, являются славянским племенем. Вот тебе и доказательства того, что наши люди там были, мягко говоря, задолго до Колумба. У меня есть такое подозрение, что и Колумб карты нашел где-то в нашем восточном регионе по ним и по пулю. Плюс в 70-е годы прошлого века газета за рубежом английская нет, газета за рубежом наша английская Daily Telegraph ввела перепечатку. Согласно новым данным полученным при изучении таинственных надписей на камнях Новой Англии, первым человеком, вступившим на землю Америки за тысячи лет до Колумба, был кельт, шотландец или ирландец. Самые важные свидетельства были найдены при археологических раскопках в Северном Салеме, штат Нью-Гемшир. Надписи на языке Агам, относятся которые к периоду от 300 до 800 года нашей эры. Так что наличие кельтских надписей в новом свете, наоборот, поможет нам пролить свет на их жизнь в нашем свете, потому что в той же Европе эти надписи были практически полностью уничтожены. Не будем говорить кем, но я думаю вы догадаетесь. Плюс еще один интересный момент. Дело в том, что наука про это все знает. Я для примера привожу такой интересный факт. Письменность тоже очень немаловажный фактор. Правильно? Так вот, в древности во многих регионах Земли процветало так называемое узелковое письмо, которое принесли и учили по легендам самих народов Земли белые боги. Вот распространение уже найденных образцов этого письма. Государство Инков, Государство Майя, Китай, Австралия, Тибет, Калифорния, Западная Центральная Америка, Африка, извиняюсь, острова Рюку, Палау, Хайнань. Вы думаете, наука об этом не знает? Наиболее изучены языки индоевропейской семьи. Ну, индоевропейская, вы же понимаете, они их называют, чтобы не назвать русское, дай бог, славянское еще. Так вот, на этих индоевропейских языках говорит 75% населения земли. Они численно преобладают в большей части Европы, Иране, Афганистане, на севере Нидостана, в большинстве стран Америки, в Австралии и Новой Зеландии. Вот вам распространение языка. Я, кстати, греческий язык майя, ну, наука нравится все сравнивать с Грецией, вот греческий язык майя, такого народа, как карамай, они полностью совпадают. Я привожу эту таблицу, где они сравнивали эти языки. Плюс в той же Америке эта письменность находится узелковая, образцы ее найдены примерно 5000 лет назад. Потом она почему-то пропадает и вновь появляется где-то в 8-10 веке нашей эры. Уж не с кельтами ли она там появляется. Так что плюс там найдены такие находки, такие находки, Элис Сатамайра сделал находки, так там найдены пирамиды и кобра, изображение кобры, изображение пирамиды. И даже не будем говорить, что там и карта найдена с островом Атлантида. Нас это пока не сильно заботит. Нас интересует в том, что изображение кобры в Америке. Как она туда попала? Но на этих артефактах найдена письменность. Наука ее определила как прасанскрит. На самом деле так называемый прасанскрит это глаголица. И в более древнем исполнении ее называли литица. Основа которой действительно была прасанскритом, но так она ведь отмечена и Америке. Плюс если кириллицу, как говорится, пристегнули к монаху Кириллу, то глаголицу они не знают, куда девать эта наука. Наверное, к Мефодию пристегнут. Ну, а то, что образцы этой письменности в Индии были еще две тысячи с половиной лет назад, ну, это уже, как говорится, поживем увидим. Но это еще не все. Сами ведь американские ученые, изучая языки, генетику, другие показатели, они все равно попадают в Сибирь. У них получается все равно одинаковые данные. Так что связывает с Сибирью? С Сибирью связывает одинаковый принцип захоронения. ведь у индейцев Америки, и в Сибири, и в Англии, по всей России сегодняшней огромное количество захоронений в курганы. И после того, как эти курганы раскапываются, там находят такие артефакты, ну, как вот Аваза, который я чуть выше говорил, что они идентичны курганам те же находки, что делается в Сибири, те же находки делаются и в Америке. В основном это свастичные символы, но есть и кельтские кресты, плюс у индейцев Америки одежда, ну, это, мягко говоря, вышиванки, наши современные ничем не отличаются. Тот же символизм на одежде, на одеяло, на всём. Про генетику мы уже говорили, и здесь приводится в статье исследованиях, какие профессора этим занимались, кроме языка, культуры захоронений, письменности. Кстати, у тех же Майя письменность, она иероглифическая была, то есть индейцы племени Мимак вообще нас удивили и помогли такое вскрыть, что вся астрономическая система вскрылась, которая была на нас. Дело в том, что там была найдена так называемая Девенпорская стела, и оказалось, что это не просто какой-то там кирпич, потому что письменные источники племени Мимак, мягко говоря, были уничтожены. А эта стела была найдена в Кургане, и на ней было приведено четыре вида письменности. Кельтский, Ливийский, ну, все виды письменности относятся к нашей индоевропейской семье. Так, хотел бы вам зачитать, что именно на ней было написано, потому что в итоге это было очень важно для того, чтобы вы поняли, как это соотносится с нами. К столбу прикреплено зеркало, так, чтобы, когда солнце встает в новогодний день, оно бросало бы лучи на камень, имя которому наблюдатель. Новый год бывает тогда, когда солнце встречается с зодиакальным созвездием Овна, когда день растет, а ночью бывает, а в это время празднуют Новый год и совершают жертвоприношение. Еще раз, какие там были надписи, иберийский, ливийский, египетское эротическое письмо, опять Египет, еще и керцкий. Казалось бы, а какая связь? А дело в том, что буквально три года назад в таком же Кургане, но уже под Донецком нашли еще более совершенный камень. Археологи его бы выбросили, как еще один камень до этого. Ну, какие-то там надписи, точечки, заточечки, никому не интересно. Археологи, они не астрономы. Но фотографии этого камня попали на глаза астроному, одному из астрономов. И он сказал, что, ребята, да ведь это солнечные часы. Начали искать, оказывается, и в Ростовской области такой же камешек. Оказывается, до этого такой же камешек угробили, который бросили просто перед музеем, а люди начали на нем расписываться. Так что наука не обращает внимания на эти камни. А ведь это солнечные часы, эта технология была распространена в основном на Крите. Опять же, мы попадаем в этот Крит. И опять идет охват огромной территории. Вот вам такие маленькие, вроде бы никак не связанные находки. Так этот камень, там есть инструкция, как он работает. Он помогает вскрыть нашу систему. Благодаря этому я вышел на те же линзы, которые потом были, как трансформировались в глаза самих фараонов, которые оказались белые, голубоглазые, люди, о которых пишут индейцы во всех своих хрониках. То же самое вы скажете, ну, может, это мало. Так вот, рекомендую вам, если будете в Рио-де-Жанейро, посмотреть на скалу, которая вы самим Рио-де-Жанейро. И там в треть скалы надпись «Здесь был Вася». Ну, конечно, не Вася, надпись буквально переводится, как «Я». Я БДЗР перворожденный сын Джептала. Это финикийский язык, который тоже входит в индоевропейскую семью языков, плюс ранние финикийцы. Это четко описывается, как люди. Белая кожа, голубые глаза. Ну, как можно забыть надпись, которая написана на языке, не используемся, которая не используется уже полторы тысячи лет. То же самое. Найдено огромное количество табличек, которые написаны клинописью. Это нас отправляет в Шумер. Шумер это тоже. Там огромное количество статуэток. Я их и в статье про оптику привожу. Белая кожа, голубые глаза. И таких артефактов письменных огромное количество. Скажем так, это если вкратце. Плюс, например, что еще меня породило написать эту статью? Дело в том, что буквально в прошлом году просто один наш соотечественник, который гулял по побережью Брайтон-Бич, выложил знаменитое видео, где по всему побережью разбросаны каменные извояния. Но это каменные извояния явно бородатых людей. Эти же фотографии я привожу. Стали интересоваться, посмотрели, как выглядит то место, где найдены эти каменные извояния из космоса. И что там обнаружилось? Там обнаружились огромные мегалиты. Все это побережье выложено огромными мегалитическими валунами. И объемы работ такие, что они сравнимы по объему работ с теми же пирамидами. Плюс раз мы затронули те же пирамиды, как раз пирамиды после прибытия туда египтян начали те же индейцы строить чуть по-другому. Знаменитое захоронение в Поленке. Так вот оно уже сделано. И сама пирамида, сам храм надписи, она является собой пирамиду более близкую к египетской. И само захоронение вождя в Поленке, оно более близко именно к египетским. Ну а кто такие были египтяне, мы уже с вами об этом говорили. Если очень вкратце, пока это всё. Алексей, может есть вопросы, дополнения, предложения? Это очень интересно рассказываешь. Я думаю, что да, мы можем обратиться к вопросам, которые поступают в чате, и репликам, которые в чате Народославянского радио поступают, также в чате Ютуба. Если ты основную тему доклада уже сделал, то мы можем переходить к вопросам. Ну, давай, наверное, уже перейдём к вопросам. Да, а там дальше будем тему развивать уже по ходу оттолкиваясь от вопросов и реплик. Итак, реплика в эфир от Антона. В ведах и ведических писаниях, да и в других источниках, как Ведогор, Ведоман и другие, кто поведал об этом, да и катастрофы, и войны, что к деградации привели. Обо всём этом поведано. Вот так Антон написал. Мы можем сказать, что всё, что найдено, оно в принципе подтверждает. Оно подтверждает веды, потому что про Антлант будет отдельная статья, потому что ну тут не отделайся одной картой или парочка артефактов. Благодаря спутникам мы знаем, где она находится, потому что ну трудно спрятать такой огромный остров, который за 13,5 тысяч лет никуда не убежал. Это как в одном советском фильме. Ты за день можешь карету починить? Могу. А за три? Могу. А за неделю? Ну если поднапрячься, а тут напрягаются 13,5 тысяч лет, всё, не могут её найти. Так что в принципе эта вся информация просто подтверждается. Ну так хорошо, видимо, поднапрягаются. Может установка такая кем-то дана? Кем не будем пальцем показывать? Уже многократно показывали. Думаю, повторяться нет смысла. Ладно, идём дальше. Следующий вопрос в эфир поступил от Геннадия Истери. Виктор, здраве. Расскажи чуть подробнее о книге про Америку, где её можно найти или скачать. Благодарю. Ну, дело в том, что все эти сведения они из разрозненных источников. Предлагаю для начала зайти в мой профиль на этом сайте конт, я же давал там две ссылочки, а там собрано огромное количество статей. Они хоть и не затрагивают Америку, но они ещё своё покажут, скажем так, мягко. Подтверждение и вед нашего календаря, которому минимум тысячи и тысячи лет, которые везде показывают своё, как говорится, лицо, как это произошло и в Америке. Тогда календарик, которым 20 тысяч лет из границы Украины с Россией современной, оказывается, индейцы им пользуются до сих пор. Кстати, забыл интересный момент сказать. Бедные индейцы уже около 100 лет борются за то, чтобы восстановить в Америке название исконное своей республики, где жили их боги, творили хорошие технические сооружения. Название республики так и называется Тула. И это непревратности перевода. Но так и называется Тула. Так что поможем бедным индейцам. Поможем, подсобим, если здесь запросят. Хорошо, хорошо. Идём дальше. Вопрос, эфир от Геннадия из Тверии. Виктор, чьей расшифровкой ферского диска ты пользовался? И твоё мнение о расшифровке Онова Чудиновым. Благодарю. Когда я писал, я, в принципе, статью написал чисто по книге Гереневича. Вот Чудинового расшифровку я не встречал. Но дело в том, что в том же Крите, эта статья вышла буквально вчера, я её выпустил, в том же Крите есть загадочный камп. Но для археологов вообще всё загадочно. Они не астрономы, не математики. Говорится, увидели кирпич, кирпич. Всё. А насечки случайно получилось. Они любят такую... Я к чему веду? Дело в том, что на мой взгляд тот же фесский диск это часть ещё большей системы, которая можно ознакомиться в астрономии в статье астрономические часы на русских часовнях. Просто астрономические часы на русских часовнях они уже механические, а это были ручные часы. Дело в том, что у скифов, у египтян, у тех же, в той же Америке находят линзы из горного хруста ля. Как я уже читал в этой Девенпорской стеле, они используются именно в астрономических различных устройствах. И вот этот диск из Малии, это и есть астрономическое устройство, которое служило для именно общественной жизни населения того времени и диаметр диска из Малии, он четко соответствует диаметру фесского диска. То есть, фесский диск, в нем с одной стороны 30 полей, с другой 31 поле. Но это явное указание на солнечные циклы наши сегодняшние. есть другой круг внешний, там явно должно присутствовать 12 созвездий. И третий круг, это там 33 фазы, 33 оборота Луны, плюс 34 для синхронизации с Солнцем. То есть, а маркерами там как раз и служили вот эти вот шарики, про которых мы прочли из Америки. Именно из Америки я узнал, что там должны быть какие-то линзы. Я их нашел, археологи их нашли, эти линзы, указки. Но только в современных часах эти указки, они как бы механические. И уже оттуда убрали и Солнце, убрали и Луну. Они показывают какое-то абстрактное время. А там эти линзы, они были ручные. То есть, эти указки я привожу в этой статье. Она так и называется. Открываем тайны дисков Измалия и Фесского диска, плюс скрываем славянское астрономическое система, ее следы по всему миру. В том числе и жреческого календаря. Что вообще отдельное. Требует вообще отдельного изучения. Я уже написал по этому поводу еще пять статей, но там нужно писать и писать. Но когда людям показывают, что это наблюдения, связанные на протяжении 30 тысяч лет, то, как говорится, на слово не поверят. Нужно давать эти подтверждения. Их еще подтверждать и подтверждать. Поэтому вот такой ответ. Возвращаясь к предыдущему вопросу, от меня теперь уточнение, скажи, пожалуйста, насколько я понял, книгу ты никакой не выпускал? Ты просто статьи пишешь. Значит, смотри, какая ситуация. За ту информацию, которую я вам рассказал, в основном любят блокировать или удалять. Поэтому я нашел одну платформу, на которой хотя бы не удаляют, плюс сохраняют все статьи. То есть, как говорится, если статья о чем-то большом, невозможно ее показать сразу и обо всем. Получается, она делается маленькие-маленькие статьи, они дают выход на другие статьи, потом делается объединенная статья, чтобы человек мог увидеть и подтвердить. Потому что в той же статье, как говорится, я отследил тот календарь за прошедшие четыре тысячи лет, который, если ты напишешь про наш календарь, о котором мы все знаем, идет 7525-е лето, все начнут отправлять тебя в Византию, которая вроде бы была сформирована тысяча двести лет назад. А эти следы календаря идут и четыре тысячи лет, и двадцать тысяч лет назад, но речь не об этом. Так вот, платформа МакКонт Она для меня самая удобная, там сохраняются мои статьи, а в видеоформате они выложены на моем канале Ютуба, тоже можно выйти с этого конца. То есть, вот те ссылочки, что вам я дал, две, дайте их каждому желающему, и там вы перейдете, зайдете в мой профиль, а там все статьи собраны и по полочкам разложены. Будет интересно, перейдете на Ютуб-канал, там эти статьи в видеоформате я делаю, для того, чтобы людям, кому было удобно читать, пожалуйста, пожалуйте на конт в моем, как говорится, блоке, там можете изучить. Нравится вам слушать, идите на Ютуб-канал, хотите, подпишитесь, друзья, в соцсетях. то есть я нет такой возможности писать книги, тем более их выпускать, а статьи, где я в сжатом варианте, как сейчас в эфире, даю данные, которые может любой наш человек развивать, дополнять, или сказать, нет, ты не прав, в чем-то, вот, как говорится, это надпись на Трио-де-Жанейро, не на Финикильском, а на другом, ну мало ли, да, потому что все, что я привожу, там моих исследований, они есть, ну вот они выливаются в новые статьи, а в основном-то ведь все это исследовано, понимаешь, это все, не мои догадки, а исследования ученых, они есть, они подтверждены, то же самое у меня не очень делал упор, но в египетских мумиях найдены следы кокаина, которым 3000 лет уже, эти мумии были, умерли люди 3000 лет назад, и ученый свет около 10 лет назад перевернуло это известие, и оно подтверждено, а ведь кокаин, табак, они произрастают только в Америке, они найдены в гробнице Тутанхамона, там огромное количество данных описано, ну более подробно, потому что когда, например, «Белые боги Америки», это статья, которая, ну по минимуму, пришлось ее озвучивать, она вылилась в 50-минутный ролик, поэтому до книг еще не дошло, будьте добры, пожалуйте на мой профиль на сайте. Я почему все-таки, я почему все-таки про книги говорю, иногда, иногда, есть, к счастью, люди, встречаются, которые в руках хотят подержать что-то и поразмыслить над написанным, где-то, может быть, на полях поставить какие-то значочки, что-то отметить и так далее. Поэтому книга, несмотря, может быть, на то, что некоторые считают это полной архаичностью, она все-таки имеет место быть в нашем обиходе и, к большому счастью, многим людям нравится. Поэтому, если бы ты, например, взялся за составление такой книги, я думаю, что мы бы тебе нашли достойного издателя, который бы издал тебя с минимальными вложениями для издательства книги. Вот. Потому что книга все-таки она имеет не только те качества, которые я сказал, но она еще и дополняет определенный статус к жизни человека как к автору. Алексей, я с тобой полностью согласен, но, понимаешь, есть реальность нашего мира. Я тебе сказал… Так, подожди, давай. Я реальность нашего мира тоже знаю. Я знаю некоторых издателей, которые позволяют сделать то, что я сейчас тебе сказал. Об этом мы с тобой поговорим как-нибудь после эфира. Плюс ко всему, я думаю, к тебе будет еще предложение другое. Итак, возвращаемся к вопросам и репликам, которые поступают из канала Ютуб и из чата Народного славянского радио. Реплика из Ютуба. Вячеслав Вседобрейший как раз недавно смотрел видео о каменных ликах явно славянских богов в Нью-Йорке. Если есть мысли на этот счет, поделись. Ты уже начал делиться, можешь еще поделиться. Ну, наверное, как раз речь идет о этом видео с Brighton Beach. потому что оно похоже на то, да. Более известно, как раз я именно с него привожу вам именно эти фотографии. Но в дополнение к этому видео и в фотографиях именно бородатых, ну, явно наших предков, явно белых людей, ну, никак не похожих на индейцев современных. я не 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 акцентировал вопрос на том, кого уничтожали. Ну, уничтожали, скажем так, именно тех индейцев, про которых мы все понимаем. Уничтожали тех, кто был, всегда, в первую очередь, уничтожают элиту, потому что она несет знания, она несет, как говорится, все направление цивилизации и уничтожили, можно всех остальных перепрограммировать. Именно это видео с того же Брайтон-Бич, как говорится, позволило посмотреть под другим углом уже с космоса на этот участок. Я же говорю, и там я привожу три фотографии, но объемы мегалитических работ там ну просто огромные. Их просто так не сделаешь. Там острова обложены, все побережье в этих мегалитах просто сплошняком больше 200 километров. Так что это нужно развивать. Лично я скажу по секрету, я наоборот информации как можно более сжатой давал и сокращал ее, потому что и так статья вылилась больше чем в 20 страниц без фотографий. Для современного человека это огромное количество. потому что ну есть же статистика, понимаешь, люди видео смотрят 5-10 минут, все, больше там нет времени, побежал. Нет времени. Людей забирают время, чтобы они не могли выйти из этого порочного круга. А у кого есть возможность, вот я предлагаю вам дополнительную информацию для того, чтобы ее расширить, дополнить. Скажем как, как скелет. Пожалуйста, скелет должен и может обрастать мясом, находить и обращать внимание на это. Очень сейчас много открывается библиотек, они переходят в более, скажем так, электронный вид. То есть вот эти все наши предки в лаптях, которые на каяках охотятся где-то там в далекой Америке, и в книге четко написано «Индейцы Америки, последние новейшие сведения». А нам в школе говорят, что ты знаешь, где-то через 50 лет великий Петр привезет нам картошку или еще что-нибудь. А эти что делают там? А когда их оттуда убрали? А почему продали Аляску? А что, до Аляски дошли, а в Канаде не были? Как же не были, когда есть сведения, что наши были на обоих побережьях? А куда они делись? Как говорится, а курганы? Курганы-то никуда не делись. А давайте посмотрим, а кто там сейчас находится. Или эти исследования уже есть, просто они не изучены. И ведь это мы легонечко-легонечко с вами затронули, скажем так, южное направление, которое явно опять указывает на вот этот средиземноморский регион. А там идет другая ниточка. Наука не любит связывать все эти народы. Вот она говорит, народы моря. И как только я слышу, что загадочные народы, сразу понимаю, кого это они загадочными обзывают. Именно они не хотят называть конкретно наших предков, которые связаны с нами генетически, по языку, по культуре, по календарю, про многим другим показателям. И мы эти народы увидим в далеком, более близком будущем для нас. Их начнут обзывать викингами непонятными, притом забывая, как Царьград наши брали тоже на огромном количестве кораблей, что не Петр Первый заложил наш флот, как наши люди ходили по всему миру, а викингов нам наоборот ставят, что вот нам пришли какие-то неизвестные люди, какие-то викинги, вот мы их позвали, они нам что-то создали. Так это родственники наши были. Они генетически курганы, которые находятся в сегодняшнем Казахстане, они генетически ничем не отличаются от тех же жителей Скандинавии. Предки викингов приезжают к нам в Сибирь, в Казахстан и изучают своих предков, потому что генетически они одинаковые. И когда позвали кого-то на княжение, ну позвали там одного из своих родственников, так это ж плюс, это говорит о распространении нашем. И здесь как раз я не затрагивал эту северную часть, потому что информации по ней тоже огромное количество. Про викингов я умолчал, казалось бы, но информация по ним тоже есть. И письменность есть. И письменность наоборот больше даже в Америке, чем у нас. У нас это стараются уничтожить. В той же оптике все захоронения викингов содержат огромное количество линз, которые могли и применялись как в телескопах, так и для путешествия по морю, так и для астрономических приборов различных. Но тысячу лет назад они пропали. С приходом, ну, сами знаете, кого. Не будем, наверное. Не будем пальцем указывать, хотя это была мартышка, да? Так себе о викингах ты умолчал, да? Так коротенько так рассказал, умолчивая, умолчивая, да. Ну, ладно, хорошо, идём дальше, идём дальше. Вопрос в эфир от Юлии Ищёлкова. Здравия тебе, Юлия Ищёлкова. Здравия. Рад тебя встречать в нашем эфире, в чате. Итак, Юлия пишет. Здравия, Виктор, по поводу фесского диска. Что вы знаете о его переводе академика Янина и Тато Валло? По-моему, интересная версия и трактовка. Дело в том, что после написания моей статьи таких переводчиков нашлось огромное количество. Ну, люди, и я прошу даже об этом, что пишите, указывайте мне на материалы, потому что они есть. Ну, даже я интересуюсь, ну, не всегда их нахожу, потому что они изучены и забыли. А оказывается, люди по изучению их стали профессорами. Я вам честно говорю, с ними я не знаком. Но в свете других данных, а именно астрономических, для того, чтобы открыть тайну фесского диска и его предназначения, кстати, подобные диски найдены и на Кавказе. Мы уже говорили, что в Ростовской области прекрасно находят эти камни астрономические. Так, дело в том, что они их нашли и забыли, понимаете. Они-то, этот камень, например, в Ростове, он лежал много десятилетий в Ростове. Его нашли, потому что нашли камень в Донецке всего три года назад. Эти фотографии случайно попали к одному ученому из Ростова. Она случайно их расшифровала, что это астрономический прибор древности. Там же находят эти линзы, но говорят, так это украшения, они там, эй, скифы, они же говорить еле умели. Вы что, какая письменность у скифов? Говорить люди не умели, вы что, наука не разрешала им говорить, а я привожу монеты. Интересное направление для тех, кто этим будет. Монеты. Сарматская монета. На них написано властитель сарматов по-русски. Ну что, непонятно, руководитель сарматов. И там буквами глаголица написана дата 4500 лет, юбилейная монета. Наука в письменности отказывает и скифом, и сарматом. А их распространение от Китая до Америки считает просто выдумкой. Что они ходили, бродили, ничего не знали, ничего не могли сказать, мычали. Все золото, кстати, как и у американцев, имеет высочайшую класс изготовления. Но это все случайно, никак не связано по науке. Поэтому трактовки могут быть разные. Со всеми я не знаком, буду только благодарен. Если или на конте, или в социальных сетях вы обратите на них мое внимание, я привожу именно свое видение этого диска. Когда-то Гриневича я просто показал, вообще ничего не добавляю, я просто взял его книгу, ну как бы ее более-менее культурно скомпоновал, чтобы людям было понятно, и дал. Без своих вообще каких-то дополнений. А уже за ссылки я буду только благодарен, но мое мнение, что нужно его рассматривать в основном как часть ежедневной календарной системы для общественности, потому что на площадях-то у нас часы сохранились до сегодняшнего дня, просто оттуда убрали эти фазы Луны, Солнца, идет какой-то цикл непонятный. Плюс идет он, как вы знаете, правосторонняя, а правосторонняя спираль это закручивание энергетики, только сжатие, сжатие. Левосторонняя наоборот и расправление больше потенциала оно дает. Поэтому у нас и часы идут не в ту сторону, но это все, как говорится, оно тянет одно за другим, одно за другим, одно за другим. Так что присылайте версии, трактовки, я только за. Может еще что-нибудь откроем, поможем науке, внесем свой вклад в науку, пусть люди пользуются. Да. Уточнение, а кто-нибудь нашел ссылку на ютуб-канал Сказитель, то есть на твой канал ссылку люди не могут найти, как в ютубе тебя обнаружить? Ну, мы можем дать, а ну... Можем, можем. Я, наверное, намекаю, так скромно намекаю на это. Давай, я пока буду тебе зачитывать вопрос, ты попробуешь скопировать адрес ссылки и к нам сюда сбросить, а Светлана уже разместит и в чате, и не только в чате радио, но и в чате ютуба. Итак, реплика из ютуба. Кстати, тот человек, который снимал видео о каменных ликах наших богов на пляже Нью-Йорка, также снял ролики об архитектуре города, а та полна свастик и так далее и тому подобное. Еще одна реплика в эфир от Виталия из Эстонии. Ведь предания гласят, что Антланты или Анты переместились на летающих кораблях в Виманах в Египет, в Америку и в Украину, то есть Малороссию. Правда, там реплика была в чате, что в те времена, когда они перемещались, скорее всего, Украины и Малороссии не было. Да и Америка по-другому называлась, и Египет тоже по-другому назывался. Но суть не в этом. Здесь, я думаю, что Виталий из Эстонии указывает на сегодняшнее место положения. Алексей, Алексей, можно минуточку? Минуточку. Давай. Дело в том, что я не зря направляю вас именно на мою платформу на конь. Если вы туда зайдете, то найдете там статью по этому поводу. Она так и называется. Это полный залет или изображение НЛО по всему миру. Там есть приветы из Америки, из Индии, из шумеров, из египтян, и тот космодром, аэродром, который найден, но все не хотят его признавать этим, который найден в Африке. То есть все это там есть. Так что вы зайдите и найдите. Это просто не тема сегодняшнего разговора. Все это есть в моем профиле. И обращаю внимание тоже на это. Светлана разместила ссылку на канал Ютуб. Идем дальше. Так что те, кто слушают нас и смотрят еще и в чате, те получили полную информацию. Те, кто просто слушают, пока, к сожалению, информации такой не получили. Дальше реплика из Ютуба Дмитрия Бера. Похоже, экспедиция Колумба была походом по зачистке наших предков. Ну, походу экспедиция Колумба была четко по картам, которые он раздобыл в Средиземноморском регионе. Это сто процентов, потому что он так интересно плыл по кратчайшему расстоянию и приплыл как раз туда, где, как говорится, до этого усаживался кто-то на таких же кораблях. То есть огромное количество совпадений наводит на мысль, что ничего он не открывал, он использовал имеющиеся карты, поэтому был полностью уверен, куда он едет. Ну, а когда они туда приехали, стала задача какая? Устранить конкурентов. А устранить конкурентов, в первую очередь, скажем так, наших предков. Потому что вспомните революцию 17-го года, в первую очередь, кого уничтожали, плохую или хорошую, но и литву. То есть те, кто владеет максимальным количеством знаний и о прошлом. А не зная своё прошлое, имеешь будущее. Простой алгоритм. Поэтому давайте вспоминать своё прошлое. Идём дальше. Вопрос эфир от Винктора. Доброго здравия ведущему Алексею и автору-сказителю Виктору. Прошу рассказать и дать своё видение в отношении узелкового письма центрального и южноамериканских индейцев и его связь с одной из наших древних видов письменности. Ведь недаром песни птицы гамаюн хранились смотанными в клубки и сложными в короба. Благодарю за ответ. Да, по этому поводу это интереснейший вопрос, который опять же в своём на своей платформе Конт я так и заглавил. Узелковая письменность славян про письменность всей земли. И благодаря как говорится изучая этот вопрос как я уже читал мы попадаем фактически во весь мир. Мы находим её и в Китае и у инков и у греков. Так называемая греческая письменность я там обращаю внимание что она шла непрерывная то есть непрерывная явное указание на нить. Да, всё нанизалось. У тех же индейцев эта письменность появлялась исчезала а потом опять появлялась. то есть и индейцы даже сегодня не могут сказать о том о чём гласит эта письменность потому что артефакты с письменностью узелковой найдены у них но они не понимают о чём они. А легенды вот вот он обратил внимание на легенду я её в этой статье тоже рассматриваю все вы слышали такую легенду про опять же куда мы попадаем на остров Крит что там был лабиринт официальная трактовка легенды вот приехали на остров Крит Тесея дала миф о Тесеи Тесею Ариадна дала Тесею какой-то клубок и он куда-то зашёл в этот лабиринт привязал клубок с двери зашёл за угол постоял сутки вышел говорит всё я минотавра убил выпускайте меня мужики его выпустили подумали действительно убил а зверюга с голодухи взяла до сдоха ну как-то не вяжется правда а если рассмотреть эту схему по нашим знаниям именно под углом что это был не просто клубок ниток за которым почему-то Ариадна пошла к строителю Дедалу а это схема была лабиринта просто нитки это схема лабиринта как и в наших сказках Иван получает не просто какой-то клубок который по дорожке покатился он получает карту карту получает который читает и идет куда ему нужно то же самое и с Тесеем он разматывает этот клубок а клубок полностью соответствовал лабиринту минотавры это явное указание что там как бы были ловушки мины там просто немножко искажено но можно понять если знаешь русский язык быки это колонны то есть эти ловушки были спрятаны в колоннах ему вместе с клубочком дали и меч он этим мечом эти ловушечки обезвреживал и выше с другой стороны лабиринта вот так он его прошел но ведь это более правильное указание что это конкретная письменность и это письменность так какая такая же письменность она его скифов они воинские сообщения передавали благодаря кнуту они на кнуту записывали это сообщение и гонец скакал к своему руководителю если его не убивали он прискакивал этот руководитель наматывал эту информацию на ус я в своей статье тоже привожу специально одного из наших хранителей который в 90-е годы показал что у нас ничего не утеряно все есть изучайте интересуйтесь обращаю внимание в этой статье про кельта кельтская письменность она нанизана на ниточку то есть это явное указание на письменность которая какая опять же узелковая опять же нитки плюс я вообще начинал это дело с статьи которая специально показал алтайские иголки идентичные современные которые нашли в Денисовской пещере которые 50 тысяч лет но если есть иголка есть нитка если есть нитка значит может быть и письменность потому что наука старается найти письменность современную это все равно что искать там 6-й айфон 10 тысяч лет назад понимаете люди-то жили по-другому плюс письменность узелковая это возврат к возможностям мозга человека ведь любая нитка это объем наш головной мозг он объемный до чего нас довели нас довели до того что мы заставляют нас читать информацию только слева направо то есть нас переводят плоскость состояние микроба мы должны читать слева направо понимать справа налево сверху вниз снизу вверх глубину в ширину по диагонали по спирали тогда активируется наш головной мозг именно поэтому нас загнать плоскость и пытается сделать на уровень микробов влево вправо и все никаких вперед назад это очень важная тема ну тут наверное нужно делать отдельный разговор потому что и Кащеи тоже надо рассматривать потому что это были хранители этой письменности не совсем это были какие-то злые как и баба-яга то же самое не были эти какие-то злюки это были наши исконные хранители информации в основном как раз на ниточках я уже молчу за магию потому что вся структура мироздания она как раз и построена на этих нитях ну я бы хотел если есть желание лучше сделать отдельный разговор эко-то завернул хорошо завернул ниточку нить ариадный в клубочек смотал хорошо сделаем отдельный разговор ловлю тебя на слове ладно ладно идем дальше вопрос эфир от читателя Перу это место где отдыхал и бывал Перун от себя добавлю а Боливия где болел а Мазонка где мазался ну так что ты скажешь про Перу дело в том что названий в Америке в том числе и до Колумбовых как я приводил Тула это же не превратность перевода это именно тот город мастеровых который был и на северном континенте его все некоторые товарищи искали называли Тули Тули а потом по сусалам отстегнули возле этой Тулы они назад и отлетели но я думаю это вы все знаете поэтому все все может быть все может быть потому что опять же почему в некоторых местах письменность иероглифическая там где огромное количество знаков а у нас например даже оставили 33 символа и то они несут все смысловые нагрузки больше чем те же 600 символов или 1000 символов как у китайцев и опять же распространение иероглифической письменности Китай Египет Майя ну как бы не рядом скажем так и поэтому Перун Перун все может быть вы же видите что именно количество артефактов у миров это ведь оно огромное количество и все это возможно и даже нужно это искать на той же Гренландии которая даже по-современному как зеленый остров понимается там Гренландия Исландия там огромное количество рус русский Русь и подобное так что здесь никаких вопросов это нужно добавлять я даже знаю прекрасно одного человека я ему благодарен люблю как он заходит из космоса и начинает смотреть название а там рус русский белый ну и подобное в тысячах километрах от нас которые нам говорят что мы там и наши предки никогда не были не будем это кто-то сделал нам незнакомый неизвестный и т.д. так что я только за ищите находите добавляйте хорошо из ютуба Юрий Рус задает вопрос в эфир что вы скажете про расшифровки Орешкина и русских зеркал и египетских надписей Орешкина Орешкина что-то знакомое я их встречал но именно не изучал очень подробно кстати зеркала зеркала это отдельная песня потому что эти зеркала находятся же в курганах по всему миру плюс есть такая статья волшебные зеркала очень рекомендую лично я когда вижу эти зеркала вспоминаю о том что у нас последние 300 лет идет деградация а товарища Пушкина который так и писал ей приданное дано было зеркальце одно свойства зеркальца имело говорить оно умело так что давайте к Стиву Джобсу или кто там за него и потребуем чтобы он заплатил нам права на яблочко и на все эти дела потому что очень похоже что зеркала эти древнейшие айфоны прошлого а в качестве передающих станций очень подозрительно скорее всего использовались и пирамиды и наши так называемые церкви храмы и все эти антенны наверху это именно антенны для этих дел но это надо изучать и изучать Орешкин он там говорит что знаки везде разные но письменность одна я с ним согласен потому что опять же буквально год или два назад так называемая английская американская наука провела исследование было об этом и статья и в наших газетах ребята выяснили чудовищно интересный факт все языки на земле произошли от одного языка я им даже готов подсказать от какого но я почему-то сомневаюсь что они это дело опубликуют вот такой ответ не будем пальцем показывать на язык от которого все произошли не будем да слов просто нет ну ладно хорошо реплика в эфир от Виталия из Эстонии сейчас мы читаем слева направо а образ считывается справа налево вот такое смелое заявление Виталий сделал не ну я я с ним согласен да я может не очень как говорится выразился конкретно но слева направо это получается схема как говорится идет от божественного мира информация нам а мы понимаем справа налево поэтому та же письменность товарищей арабов это еще Вашкевич очень хорошо осветил это никакое это непонятное неизвестное изобретенное черными неизвестными нам людьми а очень даже наша военная тайна написана потому что для того чтобы это понять ну прочитайте слово Коран наоборот учите нарок он же по современному завет и так говорится по всей схеме но здесь главное в чем суть главная суть перестать пребывать в плоском состоянии потому что плоское состояние лишает человека возможности мыслить именно святорусская буквица или это матрица 7 на 7 она не случайна все это я в узелковой письменности обращал внимание людей нам нужно вернуть свои генетические заложенные в нас возможно любую любую информацию на английском на ананайском на арабском на тюркском которое они любят сейчас называть читать ее и понимать так как она написана с помощью своих собственных генетических возможностей потому что когда ты читаешь мне например мне не нравится многие заявления людей там знаешь мы там не говорим окей мы не говорим хоккей ребята так вы же отрезаете наше все да это может невысокие энергетические символы может они несут информацию и базовую но все вокруг оно едино все это наше его нужно понять а со словом окей так у меня вообще была одна история дело в том что я описал в этой статье про узелковую письменность у людей прошлого из-за того что они слева направо читали справа налево понимали но не читали и сверху вниз и снизу вверх и по диагоналям и по спиралям и как они не ограничивали себя понимаете снимите эти ограничения с себя у них ассоциативно ассоциативное восприятие я показываю это на примере самолет ну по-современному ну бред сивой кобылы тряпка в небе куда-то летит как летит как управлять ветер в лицо ну бред ну согласитесь ну что это такое а если у людей было ассоциативное восприятие из-за больших возможностей головного мозга который мы сейчас не используем вы в деревне когда-нибудь были вы видели что они кричат о о яйцо тебе снесла если кое то вверх это вертящаяся самолетящая то есть это яйцеобразный летательный аппарат который летит в процессе полета вертится и сам летит не видно как говорится никакой его помощи и я привез к из храмов где есть эти яйца летательные эти яйцеобразные эти летательные аппараты специально чтобы люди себя не ограничивали одно из этих изображений фреска иконы распятия 1350 год находилась ну наверное уже не зря они там это устроили может уже и не находятся хорошо еще тогда если уже говоришь окей наш окей ушки окей ушки ладно еще тогда чтобы из плоскостного мышления вывести наверное надо отметить что недаром недаром арабский язык письменность арабская называется арабской вязью вязи то есть связано как-то пересекается с узелковым написанием если вот следовать тому что сейчас ты же сказал так у нас происходит небольшое отключение по связи давайте сейчас сделаем следующее я включу музыкальную паузу и после этого попробуем связь восстановить так ну давайте вот отсюда что-нибудь наверное вы слушаете народное славянское радио продолжаем разговор продолжаем разговор на народном славянском радио напоминаю что по одному из современных календарей 22 февраля 2017 года среда по одному историю 33 день месяца юг стужа 7525 туалет и четверик белые боги америки такова тема сегодняшнего эфира автор соведущий максименков виктор викторович и вот интернет нас так сказать разорвал наше общение на самом интересном месте как будем дальше что-то ты продолжишь рассказывать из того о чем говорил или уже будем переходить к следующему вопросу который или реплики которые появлялись у нас в чате давайте наверное на следующей реплике даже не представляю где это произошло обрыв да долго я пытался с тобой связаться наконец-то получилось ну что ж ну что ж давай тогда сейчас подберу из того что было следующее итак мы поговорили про то что читали слева и направо ты объяснил да что согласен и читать надо и справа и слева и вверх и вниз в общем в всех направлениях и теперь смотрим следующий вопрос в эфир от Олега из Иркутска какие основные общие со славянскими традициями обычными в культуре ты встречал у индейцев и других народов Америки может можешь поведать миру благодарю ну как мы уже говорили это символизм символизм полностью совпадает пускай это будет хоть кельтский крест хоть свастичные орнаменты и на одежде и на посуде захоронения то есть именно захоронения в курганы которые в Америке до до недавнего времени очень весело разрушали уничтожали разграбливали так как в принципе и на нашем просторе то есть опять же язык опять же письменность та же самая узелковая все это одинаковое хоть в Сибири хоть в Америке и эту информацию нужно только наполнять плюс на это указывают сами же коренные жители Америки которых еще не истребили так что более конкретные случаи из-за того что в некоторых местах белые люди почему-то пропадали через какое-то время например как с египтянами приносились новые вения с Египта кельты приносили свои новые ведения на тот момент времени ну и в подобном духе в том числе как опять же те же индейцы указывают что их боги имели облачение такие же как пришли к ним испанцы а значит это были боевые доспехи какие-то металлические потому что испанцы пришли в металлических доспехах также хотелось ваше внимание обратить именно на то что например тем же скифам приписывают изобретение пластинчатой брони такая чешуйчатая она которая на Руси использовалась до 16 века историки на каком-то моменте про скифов забыли как бы они куда-то делись а броня никуда не делась и через какое-то время они начинают говорить золотая орда ну почему-то рисуют нам каких-то мужиков одетых в кожу в мех а где же золотая орда а орда никуда не делась она как была золотая так и осталась но это изобретение еще скифов которые появляются на арене по словам тех же историков 3500 лет назад и исчезают только буквально 400 лет назад с появлением и широким распространением огнестрельного оружия и на многих фресках иконах наших сохранившихся мы видим изображение этой золотой орды представьте хотя бы 10 тысяч садников которые одеты в чешучатые доспехи которые позолочены вы представляете как это все блестит на солнце и на этих всех иконах действительно золотая орда только в этой орде не отличишь где русские а где золотая орда они одеты одинаково а те кого сейчас любят называть тюрками монголами они где-то там на заднем плане как в шкурах были одеты так и были одеты ничего у них не поменялось хорошо реплика в эфир от Виталия из Эстонии Коран на рок рок жизненный урок это комментарий к тому что ты сказал вопрос в эфир все таки думается что не все языки произошли от древнерусского китайский японский точно сами по себе существуют ну об этом нужно писать отдельные статьи потому что и китайцы и японцы ну можно сказать что сейчас они существуют отдельно но изображение тех же богов китайских японских открытие новое открытие в книгах где так и показано Се Гун это представитель гуннов тех которые римскую империю разгромили и он на тех же гравюрах в этих книгах вновь открывающихся английских изображен в шароварах такими добрыми усамы то есть чистый японец это 1650 год примерно и Гунны которые вроде как-то непонятно откуда взялись разгромили римскую империю никуда не делись и то что те же японцы самурая четко подтверждают что они пришли самура это те же айны которые белые люди совершенно белые бородатые тех японцев которые сейчас там находятся 300 лет назад никто не слышал но для этого нужны новые статьи потому что конечно на слово никто не поверит а китайская японская письменность ну посмотрите японский язык как это не смешно очень близко стоит к русскому ну и я когда слышал японские слова производственные вот человек который у них допустил брак вы извините но называется мудо ну я не буду приводить какое слово в русском языке тому соответствует ну там таких скажем так немного искаженных то есть тот кто сделал плохое называется вот так вот и там такого весь язык да он немножко искажен но опять же обращаю внимание сотни иероглифов ни в какое сравнение не идут даже с оставшимися нашими плоскостными тридцатью тремя знаками все равно вся письменность так называемая наша сегодняшняя намного сложнее и многообразнее чем сотни иероглифов кстати про латинский язык раз уж мы зацепились хочу обратить ваше внимание латиница это от слова латать в прошлом очень большие есть предположения что это был язык медикал и очень рекомендую в моей статье про узелковую письменность я специально привел ссылку на современный урок где человек простыми доступными словами объясняет как был искажен русский язык чтобы получить латинский английский как за полчаса выучить 80 тысяч слов так видео и называется просто там ребята поменяли окончание и стал непонятный язык очень рекомендую это видео потому что вы за часик выучите 80 тысяч английских слов и будете шпарить как будто вы его учили лет 10 обо всем этом умалчивается такие схемы есть и в китайском и в японском и в других языках очень Лукашевич этим очень баловался он описывал как искажались языки тоже очень Платон Лукашевич очень обращаю ваше внимание на него почитайте эти книги там очень много интересного и про астрономию и про языки так что там есть и про китайский и про японский вы все найдете было бы желать дополняйте я с удовольствием тоже почитаю так смотрим дальше что к нам еще попало из чатов ютуба и чата народно-славянского радио здесь реплика от Виталия недаром Москва о паленое пожаром француза Мадонна как писалось у Лермонтова не понял к чему это написано дальше реплика в эфир Антон я тебе ссылки на книги скинул в ютубе в личку то есть тебе Антон что-то прислал реплика эфира от Виталия из Эстонии золотая орда золотая солнечная орда ор это земля да знак согласия золотая ор да солнечная земля реплика эфир от Эдгар битва аса с аримами это что со своими боролись со своими боролись ну давай я немножечко добавлю опять же давайте затронем как говорится народ моря викинга не благодаря фильму который я там не видел ну почему-то все на него катят бочку наверное справедливо а благодаря сериалу викинги я думаю каждый человек у нас уже знает что руководителям в странах Скандинавии был ярлу мы об этом знаем у меня вопрос к современным историкам когда золотая орда в виде монголов дошла до Скандинавии ее захватило потому что идентичные ярлыки приводились на всей нашей территории как символ книжения над определенной территорией я уже молчу что это яролик то есть лик солнца как бы представитель солнца на земле он же иногда цезарь васильев и подобное подобное то есть у меня вопрос к историкам когда золотая орда в виде сегодняшних монголов и тюрков что они описывают захватила страны Скандинавии подскажите пожалуйста я не они 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 тебе ответят нет это они просто поняли силу монголы поэтому они в золотую орду приезжали чтобы тоже им давали ярлыки на княжение вот и все вот все просто я так сразу же понял просто хотел уточнить они просто может быть там в Америке что еще найдут ярлыки они скажут ну вот вот понимаете кстати ни одного ярлыка на монгольском и татарском языке так никто и не нашел странно да странно прям как-то вот как-то очень даже меня в ступор где же эти самые монгольские и татарские письмена от тех времен как-то меня это вышибает нет ни одного ярлыка на татарском и монгольском языке но но и вот как-то правильно сказалось в Скандинавии прибегали викинги испугавшиеся татары кричали ребята ребята уж давайте мне ярлык тоже князем хочу быть тоже вот может индейцы там тоже Перу и какие-нибудь там кто там еще у нас из Мексики и Боливии прискакали на своих лодочках тоже золотую орду за ярлыками так что ученые тебе ответят ну да я с тобой согласен плюс более высшие руководители у них конунг как мы тоже слышали опять же тот кто охраняет конный кон основа мироздания для тех кто не любит ок вот это о это и есть о это и есть квадратура круга это и есть он это и есть он и в мантре о то есть эта схема читается из середины налево это ок и направо он ок он то есть там этих техник чтения и прочтения разворота сворачивания системы ее перехода ведь я вам сказал только про обратил внимание только на объем а ведь мы с вами не дошли до таких тем как многомерность многополярность которыми наши сказки просто изобилуют мы с вами живем в четырехмерном пространстве рожает наш мать от нее же слово тьма десять тысяч мер то есть мы приходим с десяти тысяч мерного пространства попадаем в четырехмерное так что мы оказывается живем сразу в двух тысяч пятисот измерениях одновременно казалось бы ну мало ли что там кому-то показалось а тут не тут-то было есть такая сказочка про бабу ягу в ней люди жалуются что приходится каждые семь дней собирать урожай вокруг избушечки ну как бы что скажет на это современная наука бред голодных там людей которые всю жизнь не доедали вот им снится урожай раз в семь дней так бы не так но на закате советского союза наш ученый который обратите внимание на мои подписки в ютуб канале там собраны самые интересные люди которых я только мог нашел товарищ ленский его фамилия он разработал и внедрил теорию многополярность и в 90-е годы повторил этот эксперимент получив урожайность пшеницы за семь дней от зерна до готового продукта проведя все исследования чтобы как говорится уши не выросли как в том мультфильме про осла было подтверждено пшеница полностью продовольственное высочайшего качества и как говорится уши не вырастут если ты съешь дальше в этой сказочке люди заходили в избушечку к бабе ежечке а избушечка внутренне оказалась непомерна то есть опять же здесь выход уже не в многополярность а в многомерность маленькая избушечка оказывается не имеет чуть ли границ так одно дело это сказочка другое дело когда это подтверждено и вот этот товарищ Ленский недавно в интернете открыл тоже свой канал я ему за это благодарен потому что благодаря его работам тот кто выйдет хотя бы в объем откроет для себя возможность выхода в многомерность и многополярность и когда будет видеть цветки жизни более сложные которые разбросаны опять же и у нас и у китайцев и у египтян на всех храмовых комплексах они нарисованы для него это не будет каким-то чудом это будет новые возможности которые должно нам открыть новое время которое как вы знаете оно уже как минимум с 13 года оно тупило почему вся эта информация выходит наружу наше дело взять и развивать только наш человек может вспомнить все эти схемы реплика эфира с ютуба от дяди Степы напоминаю дядями Степами и тетями Степанидами называют тех кто не представляется итак дядя Степан написал те кто писал иконы почти наверняка не видели те события которые рисовали описали то что видели в той местности где жили к тому же многие иконы написались задолго после событий на них отраженных дело в том что опять же в том в той статье про НЛО у меня поздно объект я приводил одну икону на которой явно нарисована ракета она входит в состав икона это 17 века она явно вписывается в подтекст всего в левом верхнем углу там кусочек космоса показан то есть отнести к подделке или кто-то там дописал просто невозможно поэтому кто когда что видел откуда эти данные но опять же та же икона например четко повторяет сегодняшние ракеты ну так что как писали иконы опять же обратите внимание середина коны коны опять коны но опять же как нас переводили из объема вы знаете что те же тотемы они объемные то есть возможности мозга раньше были больше для того чтобы людей сузить сузить их возможности те же культовые признаки начали переводить в плоскость хоть оставили коны но уже плоскость не надо в объеме мыслить мыслите в плоско в одном формате возьмите себе только маленький кусочек и не удивляйтесь что у вас задействовано 3% не мозга а коры головного мозга максимум а ведь святорусская буквица это 7 на 7 выж это представляет собой не только строение человека но и строение головного мозга человека мозг у нас из двух частей одна матрица 25 вторая 25 тот кто математика еще владеет говорит скажет дорогой друг где одну где одну ячейку делим 25 плюс 25 это 50 а там 49 символов а дело в том что как раз в левой части головного мозга это так называемый 25 кадр эффект воздействия на подсознание то есть именно нужно мало того что запустить в работу головной мозг нужно зажечь царя в голове фишковидную железу и сделать возможным выход свое подсознание через левую часть головного мозга будет прямой путь сверх сознанию ну это как говорится для тех кто захочет этим заниматься учитесь шура учитесь будем учиться реплика эфира от виталия из эстонии аримане это современным языком китайцы и монголоидные народы такое пояснение он дает так идем дальше реплика в эфир из ютуба от суря ария про иконы версия жарниковой хорошая продолжай вообще очень много хорошего а с виталием про ариман тут нечем спорить все возможно китайцы они они не китайцы а чинайцы там так и написано с чина китайцы это страна за стеной а стена это вы знаете она есть не только с чинайцами она есть она идет вплоть до Англии проходит прекрасно между Балтикой и Черным морем между Кавказом и Каспием идет туда в Китай идет дальше и даже по дну океана зайдите на моем канале найдете там такой подраздел есть то чего не может быть и там такая стеночка от северного полюса до южного с некоторыми выходами на землю нашу в основном на под водой ширина ее там всего-то ничего 10 километров высотой километр ну наверное на мыло не иначе хорошо реплика эфира из ютуба от Дмитрия Бер дети часто создают свои языки для тайного общения это он наверное поясняет то что были языки которые специализировано создавались для того чтобы другие кто не находился в этом окружении в их окружении не понимали о чем говорят ну вот да хотел очень сильно на это обратить внимание для того чтобы люди мы смогли развиваться задача наших людей перестать из детей которые пришли из божественного мира и обладают всеми возможностями этого мира перестать делать людей современных перестать загонять их в плоско перестать им ограничивать их понять простую вещь ребенок он знает и имеет возможности намного больше но если мама с папой сказали что читать можно только слева направо и там нет никакой другой информации вы поговорите с детьми они вам расскажут такое что ни один ученый не расскажет забудьте про их ограничения перестаньте делать из детей современного человека сверх ограниченного вот яркое доказательство дети сами вам покажут что они умеют перестаньте их ограничивать хорошо ну что же все вопросы мы с тобой озвучили вернее так все вопросы я озвучил ты на них ответил все реплики я прочел ты как-то на них отреагировал у нас есть такая традиция в заключении эфира что-либо хорошее вечно доброе пожелать нашим радиослушателям подведя жирную черту под всем сказанным я думаю что наши эфиры будут продолжаться это был не последний из эфиров с твоим участием так что тем кто хотел бы еще продолжить общение я рекомендую не расстраиваться еще встретимся пообщаемся поговорим вы пока придумываете о чем будете спрашивать если есть какие-то темы которые например Виктору было бы интересно так подкинуть для размышления или как тему для эфира подать то пожалуйста пишите будем общаться итак пожалуйста от тебя заключительное слово звучат фамфары аплодисменты начинай во первых хотел бы всех поблагодарить за участие и хотел сказать одно еще тоже очень важное все ответы на любые вопросы лежат в природе да мы сейчас обращаемся с вами к письменным источникам многократно искаженным но все что вы видите например я узнал получил находясь и общаясь плотно с природой то есть вспоминая кто мы есть что мы есть вся эта информация она заложена у нас ее можно не искать просто какое время такие и наши действия на сегодняшний день информации сейчас огромное количество так что ищите находите обращайте внимание объединяйтесь потому что хороших людей намного больше они просто хуже объединены и успех и мысли секторально плоскостно услышите слово плоскость все знайте вашу энергию а мы в потенциале и обладаем энергией целой вселенной но мы я думаю об этом поговорим в следующие разы потому что у меня есть еще более интересные информации и свои наработки которые я как поклонник народного славянского радио уже как минимум полтора года я бы хотел поделиться потому что они затрагивают вообще каждого ежедневно и всегда я хотел бы поделиться чем нас природа наградила как можно к этому вернуться вернуть свои возможности и свою ежедневную жизнь сделать намного лучше как минимум вернуться к сказочному состоянию как минимум ну что ж хорошие слова хороший призыв хороший посыл мне в общем-то здесь добавить особо нечего потому что сказано очень много чего интересного есть над чем призадуматься есть над чем так сказать мозгами поразбросить просыпать пораскинуть я не встречал здесь каких-то очень неприятных отзывов что в чате что народного славянского радио что в чате ютуба было одно высказывание что кто вам поверит там всякую ерунду говорите но это так проходящий видимо мимо человек который проходил и что-то такое сказал может быть даже не в отношении нас а просто проходя кому-то ну проходил и проходил но на той прохожей здесь же собираются люди которым что-то интересно узнать о своем прошлом узнать об этом мире узнать вообще о жизни и узнав сделать какие-либо выводы выводы такие которые болезны были бы и человеку и обществу и этому миру вот на этом я с вами и прощаюсь напоминая что сегодня по одному из современных календарей 22 февраля 2017 года среда по одному из старинных 33-й день месяца в юг и стужи 7525 лет и четверик мы говорили про белых богов Америки и помимо этого отвечали на вопросы и реплики которые касались не только Америки не только богов и не только белых говорили мы говорили мы с Виктором Викторовичем Максименковым за что низкий поклон тебе Виктор очень хорошая тема была поднята очень хорошо раскрыта желаю в том же духе продолжать развивать новые темы помогать людям раскрываться а нашим радиослушателям и зрителям канала ютуб я желаю всего самого доброго так и держать очень хорошо общайтесь правильные вопросы поднимаете интересные темы затрагиваете это говорит о том что вы мыслите а ведь сначала было не слово а мысль поэтому если вы мыслите потом это излагаете в слове то потом уже появляется все материальное мысль материальная учитесь и умеете мыслить значит создаете значит становитесь творцами прощаясь с вами желаю всего самого самого доброго до новых встреч друзья мои услышимся а теперь уже может быть и увидимся народное славянское радио все нужно все важно до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...